Глава двадцать первая Книги Иисуса Навина Начальники поколений левицких пришли к Елеазару священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в селоме в земле Ханаанской, и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего, и дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню эти города с предместиями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника Левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова тринадцать городов. А прочим сынам Каафа от племен колена Ефремова и от колена Данова и от половины колена Монасиина по жребию досталось десять городов. Сынам Герсоновым от племен колена Иссахарова и от колена Асирова и от колена Нефалимова и от половины колена Монасиина в Асане по жребию досталось тринадцать городов. Сынам Мерариным по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова двенадцать городов. И отдали сыны Израилевы Левитам сии города с предместиями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириаф Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон на горе Иудиной и предместия его вокруг его. А поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефонниину. Итак, сынам Аарона, священника, дали город-убежище для убийцы Хеврон и предместия его Ливну и предместия его, Аин и предместие его, Юту и предместие ее, Бевшемеш и предместие его, девять городов от двух колен сих, и от колена Вениаминова Гаваоны предместие его, Геву и предместие ее, Анафоф и предместие его, Алмон и предместие его, четыре города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось тринадцать городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых, Левитам, прочим, из сынов Каафовых, по жеребию их достались города от колена Ефремова. 2 Дали им город-убежище для убийцы Сихем и предместье его на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кевцаим и предместье его, Беф-Орон и предместье его — четыре города. От колена Данова Елфеки и предместия его, Геввефон и предместия его, Айолон и предместия его, Гефримон и предместия его, четыре города. От половины колена Монассиина, Фаанах и предместия его, Гафримон и предместия его, два города. Всех городов с предместиями их прочим племенам сынов Каафовых досталось десять, а сынам Герсоновым из племен Левицких дали от половины колена Монассии города-убежище для убийцы, Галан, Васани и предместия. И Беештеру и предместия его, два города. От колена Иссахарова Кишион и предместия его, Даврав и предместия его, Иармуф и предместия его, Енганим и предместия его, четыре города. От колена Асирова Мишал и предместия его, Авдон и предместия его, Хелкаф и предместия его, Рехов и предместия его, четыре города. От колена Нефалимова город-убежище для убийцы, Кедес в Галилее и предместия его, Хамов-Дор и предместия его, Карфан и предместия его, три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось тринадцать городов с предместями их. Племенам сынов Мираренных остальным левитам дали от коленов Завулонова Иокнеам и предместе его, Карфу и предместе его, Димну и предместе ее, Нагалал и предместе его — четыре города. От колена Рувимова Бецер и предместе его, Иааца и предместе ее, Кедемов и предместе его, Мефаав и предместе его — четыре города. От Каленогадова, города-убежища для убийцы Ромов в Галааде и предместе его, Маханаим и предместе его, Есивоан и предместе его, Иозер и предместе его, всех городов четыре. Всех городов сынам Мирариным по племенам их, остальным племенам Левицким по жребию досталось двенадцать городов. Всех городов Левицких среди владения сынов Израилев было сорок восемь городов с предместями их. При этих городах были, при каждом городе, предместия вокруг него. Так было при всех этих городах. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились в ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех враговых не устоял против них. Всех враговых предал Господь в руки их. Не осталось ни исполнившимся, ни одно слово и всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Глава двадцать вторая книги Иисуса Навина Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Монасиина и сказал им, «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушали слов Моих во всем, что Я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих продолжений многих дней до сего дня, И исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил. Итак, возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень, Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, Прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашою. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Монасина дал Моисей удел в Вассане, А другой половине Его дал Иисус удел с братьями Его по эту сторону Иордана, к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им, «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд, разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Монасина от снов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Пришедшие в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Монасина соорудили там подли Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевых, что говорят, «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Монасина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана, Напротив сынов Израилевых. Когда услышали это сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в селом, чтобы идти против них войною. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым, к сынам Гадовым и к половине колена Монасиина в землю галацкую Финиеса, сына Илиазара, священника, и с ним десять начальников. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Монасиина в землю галааты, говорили им и сказали, Так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигурова, от которого мы не очистились до сего дня, и за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа, сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилева. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа, и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израиля? Не один он умер за свое беззаконие. Сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина колена Монассиина в ответ на это говорили начальникам тысяч Израилевых. Бог богов, Господь, Бог богов, Господь, Он знает, и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем все сожжения и приношения хлебные, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали это по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределом между вами и нами сыны Рувимовы и сыны Гадовы и Ордан, нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сыновей чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны и сынам нашим, нет вам части в Господе. Мы говорили. Если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите подобие жертвенника Господа, который сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который перед его скини. Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ними, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Монасийны, одобрили их. И сказал Финиес, сын Елеазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Монасийны, сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступление этого, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. И возвратился Финиес, сын Елеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. И назвали сыны Рувимовы и жители Гадовы жертвенник Эд, что значит свидетель, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш.